всем привет ребята встаю я такая сегодня 8 часов утра все хорошо ничего не предключало беды иду в туалет и вас красное пятно но слава богу я была в ежедневных моих прокладках так что ничего не протекло но блин снова месячные как же я их обожаю а еще я знаю то что вы очень сильно любите такие видео так что сегодня буду вам снимать влог еще недавно кстати снимала пмс так что если вы его еще не смотрели то обязательно посмотрите и да одеваем прокладку зацените хотя какую мы классную пачку с прокладками купили здесь в общей массе 12 маленьких пачечек и в них по 4 прокладки и еще плюс здесь бесплатная вот такая вот ночная да мне кажется очень прикольно такого мне хватает на месяца три-четыре очень удобно и стоит тоже не очень много я не знаю конечно сколько я уже не делаю это скинки рутину наверное 4-5 но согласитесь даже сейчас во время месячных у меня не так уж и много проще потому что они все начали пропадать и я прям этому радуюсь я ложусь такая красивенькая и спать почти чистой кожей это прям радует глаз понимаете конечно пипец как сильно все это горит особенно после того как все наносишь и делаешь вот эту вот но чувство того то что реально помогает просто шикарно так как во время месячных у меня всегда в приоритете комфорт я решила одеть вот такую вот оверсайз майку под ней шорты которые мне не давят они прям очень-очень хорошо сидят и да вот такой вот у меня лук сегодня всем приятного аппетита сегодня тост с джемом который мы кстати купили в као я и очень-очень вкусные с виноградом и чай я еще в итоге решила съесть вот такие вот протеиновые печеньки две но простите мне обычного тоста с джемом не хватает утром и протеин нужен был так что вот наполнилась очень очень вкусно да ребята я снова решила переодеться ну блин сейчас на улице просто жара я поняла то что я в этой футболке не могу ходить я просто пока сидела завтракала чтобы так понимали я настолько сильно вся вспотела что мне было аж противно и я даже сейчас сходила еще раз в душ и переоделась в новую майку потому что это пипец жара просто невыносимая ну да чем я сегодня буду заниматься честно пока не знаю но сейчас что мне нужно это выпить рыбий жир потому что надо да выпью сейчас таблетку и дальше приступлю к своим ютуберским делам пьем боже мне кажется я за этим компьютером провожу 60 процентов своего дня серьезно я в своей берлоге всегда сижу именно здесь и работаю все для вас ребята и Такой, знаете, мини-боди-чек перед обедом, потому что я сейчас пойду кушать, вот как оно у меня выглядит сейчас, да, немного есть вздутие, но мне кажется, оно не настолько сильное, ой, я даже свой пресс ещё там чувствую, и как бы, да, после обеда у меня, наверное, будет прям круглый живот, но пока вот такой вот ситуейшен. Мои healthy lunch, здесь у нас с вами курица, карри, рис, яйцо, всё это примерно 470 калорий, скорее всего, я всё не съем, но тем не менее, всем приятного аппетита. Не забываем пить водичку перед каждым приёмом пищи. Little cheese snack Обожаю всё, серьёзно. Ребята, время сейчас полвторого, на улице идёт дождь, просто прекрасное время и атмосфера для того, чтобы поспать, но нет, сейчас я буду читать ваши истории, связанные с месячными, неловкие, страшные истории, которые я попросила, чтобы вы оставляли у меня в телеграме. Да, я уже давно хотела себе такую, типа, знаете, мини-рубрику, где я читаю ваши истории, и подумала, почему бы не начать в этом видео, и напишите в комментариях, как вам такой стиль, как вам такой стиль видео, как вам такая рубрика, хотели бы вы отдельное видео на такую тему, и да, я выбрала несколько самых интересных историй, и сейчас мы будем с вами их вместе читать и реагировать на них. Story number one Один раз мы с актёрской студией снимались в кино. Всем девочкам дали костюмы, и мне в том числе. У меня была главная роль, и мы весь день снимали фильм. Под конец дня я пошла в туалет и увидела, что все мои трусы в крови. А я была в абсолютно чужих костюмах. Трусов у меня новых не было, только прокладка, и мне ещё надо было как-то сниматься после этого ещё два часа. В итоге я не выдержала и уехала домой, а костюм с протёками отдала костюмеру. Она, конечно, не заметила, но потом, думаю, увидела. На самом деле, мне кажется, то, что вот эта, вы знаете, тема с протеканием в одежде, это очень-очень такая ситуация, которая у многих девочек происходит в своей жизни. Не нужно этого стыдиться. Да, конечно, это немного неловко, но это то, что происходит у всех, и в этом нет ничего страшного, так что если это произошло, то не бойтесь. У меня, кстати, примерно такая же история была в прошлом году. У нас был фестиваль канавал, на котором мы вместе с школой выступали, и я была в этом костюме, в котором были такие белые леггинсы, а у меня в тот момент были месячные. И так как этот костюм пипец как сложно было снимать, я весь день в нём ходила. Соответственно, у меня не было ни шансов никак поменять прокладку, я в туалет еле могла ходить. И потом вечером я снимаю этот костюм, и вижу то, что все эти белые леггинсы в красных пятнах мне тоже было не очень приятно, я некому об этом не говорила. Но я уверена на то, что 100% оценители, только вряд ли знают то, что как бы это моё. Story number two. В общем, как-то раз случай прошёл в школе. Я была в светлых джинсах, я тогда даже не думала, что они должны начаться, но начались. Они почему-то раньше времени. Но ничего, мы сидели на уроке литературы, и я начинаю понимать, что со мной что-то не так. У меня резко начал болеть живот, потом я понимаю, что что-то внизу тоже не так. Я боялась встать, так как подозревала, что происходит. В итоге, когда закончился урок, я на свой страх и риск встала, смотрю на стол, а я вся обтекла, офигеть. Весь стул был красным, боже мой. Я не представляла, что с моими джинсами я бегу в туалет, смотрю, ааа, там джинсы приобрели новый цвет. У меня, слава богу, в школе никогда такого не происходило, потому что у нас есть у всех формы в школе, и все и юбки, и штаны, они такого, знаете, тёмного цвета, и ничего не видно, даже когда протекает. Хотя, хотя, у меня в прошлой школе была ситуация, когда я протекла в школе, конечно, никто не видел, что происходило, но я потом, когда проверила, там было немножечко пятно видно, если прям присматриваться. Но каких-то пятен на стулах, на, не знаю, на полу я никогда не оставляла. Следующая история у нас с вами достаточно длинная, но я просто не могла вам её не рассказать, потому что, мне кажется, это будет классный урок многим девочкам, у которых ещё нету месячных. Да, когда мне было 10 лет, мне стала очень интересна тема месячных, и я очень любила смотреть разные МС-влоги. Тогда я просто мечтала о том, чтобы у меня начались месячные. Так вот, одним летом мы с нашей командой каратэ поехали в лагерь на 24 дня. Всем девочкам, которые тоже туда ехали, было 13-16 лет, и у них у всех уже были месячные, мне было 11. В один день одна девочка не пошла на тренировку, а у нас их в день было 3, и они были очень сложные, в общем, ни у кого не было желания на них ходить. Вместо тренировок она просто отдыхала, так как сказала тренеру, что у неё начались месячные. А тренер говорил, что как только они начинаются, можно сразу сказать ему и не ходить на тренировки. Через 2 дня вечером в нашу спальню заходит тренер и говорит девочке, у кого начались весёлые дни, сразу говорите мне. Что я решила сделать? Конечно же, сказать, что у меня начались они сегодня. В итоге я не ходила на тренировки со всеми девочками, но потом я чем-то отравилась, и на протяжении дня просто не могла разогнуться от боли в животе. Тренеры девочки это заметили, и я, конечно же, сказала, что это из-за месячных. В итоге тренер позвонил моим родителям и сказал им, что мне плохо из-за МС. А когда я приехала домой, я даже не знала, что говорить родителям. Потом я спокойно объяснила им, что мне очень не хотелось заниматься 3 раза в день, да и ещё и в жару. В общем, меня поняли. Сейчас мне 14, и у меня уже есть месячные, они начались у меня в октябре этого года на соревнованиях по гимнастике. А потом они ещё 2 раза выпадали на соревнования. Это было ужасно, и я не возненавидела МС. Что я хочу сказать, девочки. У тех, у кого ещё нету месячных, те, кто говорят, Настя, как мне сделать так, чтобы у меня начались месячные? У меня уже у всех в классе есть месячные, тоже хочу месячные. Радуйтесь, что у вас их пока нету, потому что когда они начнутся, это пипец. Серьёзно, особенно первые несколько месяцев, когда вы начинаете привыкать к этому циклу, это просто пипец. Вот такой вот у нас с вами story time прошёл. Да, напишите в комментариях, какие у вас ситуации с вами происходили. Также напишите в комментариях, хотели бы вы просто отдельную такую рубрику, где я читаю ваши истории, возможно, буду снимать такую рубрику на мой второй канал. И да. Как я вам уже не раз говорила, в первый день у меня, в принципе, не очень обильный месячный. Самый обильный период у меня второй и третий день. Из-за этого в первый день я меняю прокладку, ну, максимум три раза. Утром, днём после обеда в часов два и вечером уже меняю на, знаете, такую ночную прокладку, чтобы полностью подготовиться к следующему дню, когда у меня как раз обильное кровотечение. Знаете, конечно, валяться в кровати весь день, смотреть сериалы, есть протеиновые батончики, это, конечно, круто, но я не хочу проводить так свой день. Время сейчас 4 часа дня, и я решила всё, пора брать себя в руки. Вроде бы никакой боли в животе у меня нету, никаких крэмсов у меня нету, так что почему бы не потренироваться. Ну и чтобы, знаете, себя немного замотивировать на тренировку, я решила классно одеться. Сегодня на мне повязка от Шейн, топ и шорты от Шейн, носки H&M и прекрасные новые кроссовки от Nike. Моя сессия не закончена, потому что мы приехали в парк прогуляться. Мама, Олег и Айси гуляют вместе где-то там, а я решила покататься на роликах. Впервые за 2 года. А на мне никакой защиты нету, и это просто кипец. Я ещё в шортах, просто... У меня небольшой трэбл. Я в туалет хочу. И сначала я зашла вот в этот вот туалет, там было всё в говне, а потом я поняла то, что вот новый туалет. Но зато теперь у меня не болит живот. Время 7 часов вечера, может полвосьмого, я пипец как устала, у меня пипец как болят сейчас ноги, живот тоже немного болеет, и да, я уже сходила в душ, поменяла прокладку, и сейчас мы с вами пойдём ужать. Субтитры сделал DimaTorzok I'm literally going to sleep in a white bed во время месячных. Пожелайте мне, в общем, удачи. Ну что, ребята, я сейчас буду ложиться спать. Скорее, конечно, не сразу буду засыпать, но посмотрю какой-нибудь сериал, послепаю в TikTok и так далее. Итоги сегодняшнего дня, в принципе, всё не так плохо. Да, конечно, под конец дня я немного устала, у меня болело очень сильно живот. Вот, но сейчас я чувствую себя гораздо лучше, надеюсь, что завтра будет так же всё хорошо. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ждите следующий МС-флог в следующем месяце. И не надо мне спрашивать, Настя, когда следующий МС-флог, он в следующем месяце. Ну и да, я вас всех целую, до скорой встречи и всех пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok